Доброе утро, дорогие друзья! Я теперь не знаю, почему для детей до 16 лет, вернее, свыше 16 лет. Телефон в студии 6510996. У нас прямой эфир. У нас очень обаятельный гость Николай Старченко, управляющий активами компании Интраст. Человек, который знаком в социальных сетях трейдеров под ником Микола. Доброе утро, Коля! Доброе утро, Саша! Дорогие друзья, сегодня, я думаю, будет очень интересная передача. Мы успели с Колей пообщаться 30 секунд до начала эфира. Он, в принципе, рассказал о своем активном управлении большими активами. Коль, ну стандартная, в принципе, ситуация. Мы всегда спрашиваем наших гостей, как они попали в рынок, объясню, почему. Хотя иногда это может кому-то не понравиться. Некоторые люди говорят, что мы повторяемся. Но так как на рынок, и ты знаешь, я уверен, и куча друзей, и знакомых, и родственников, приходят люди с абсолютно разных профессий. И люди с экономическим образованием, люди из ПТУ, или люди против высших учебных заведений. Но приходится, на самом деле, узнать, откуда пришел гост, который управляет активами, для того, чтобы понимать, может ли простой смертный, как сейчас модно, прийти на рынок ценных бумаг и наклонить его в свою сторону. Вот расскажи, как ты пришел на рынок. Ну, я для начала предположу, почему передача детям до 16. Потому что, наверное, те рекомендации, которые даются в этой студии, они могут быть восприняты детьми до 16 для совершения инвестиций, которые приведут к убыткам. Ты знаешь, что ты будешь смеяться, извини, что тебя перебиваю. Я говорил в прошлой передаче, я приехал только из Киева. Я был на выходные несколько недель назад. Ко мне пришел один из моих студентов, который довольно-таки неплохо торгует. Его сын 12-летний, осознанно, осознанно, Коля, осознанно торгует на американском рынке. На американском. Ребенку 12 лет, ему выделили счет в 10 тысяч долларов. И когда я спросил у ребенка, там, твоя цель, у ребенка цель абсолютно адекватная. К 16 годам, там, когда можно получить права, иметь автомобиль BMW. Вот это была конкретная цель. И этот ребенок... То есть он хочет заработать 100 тысяч. Да, может, это не совсем, может, и новая машина была бы. Но ребенок в 12 лет, он четко торгует. Я начал задавать ему наводящие вопросы. Я даже его, скажу тебе честно, у меня в Киеве скоро будет семинар. Я его пригласил бесплатно на семинар, потому что мне просто самому стало интересно. Я его сравнил со своим сыном. У меня сыну 12 лет. Торгует? Да нет, ты что? Какой торгует? У меня какой-то маленький компьютерный гений, который там с 18-летними ребятами, взрослыми бьется в этих компуляционных схватках на компьютере. Ну, у каждого свое, да. У каждого ребенка свои таланты, возможно. Поэтому этот мальчик, конечно, он меня, можно сказать, покорил. У меня были 14-летние дети на семинарах, которые приходили с родителями. Но 12, ну если в 14 более-менее, как бы можно сказать, там созревание, половое созревание, то в 12 лет как бы что-то новое. Ну, возможно, да, через 20 лет ты будешь хвастаться тем, что разглядел молодого Баффета. Нет, так я не разглядел его, разглядел его отец. Моей заслуги как бы вообще нету. Ты будешь хвастаться, что ты общался с тобой. Самое интересное, что его отец даже дает ему смотреть видеосеминары с моим участником, где я очень часто как раз нецензурно выражаюсь. Поэтому, ну, ребенок сказал, говорит, дядя Саша, ничего, все нормально. Нормально. Все, сейчас извини, что я отобрал у тебя 2 минуты. Да ничего, мы на самом деле затронули очень интересную тему о финансовой грамотности в частности. А пришел я на рынок в 94-м году, когда я закончил инженерно-физический институт, ныне ядерный университет. И мне предложили остаться на стажировку с зарплатой, я даже не помню. Ну, в общем, хватало ее там дня на два, наверное. Я шел такой потерянный по холлу института и увидел объявление. Приглашаем на работу в инвестиционную компанию, выпускникам МИФИ отдается предпочтение. Я позвонил по указанному телефону и попал в компанию, которая была организована ребятами на курс старше. И, собственно, инвестиционный бизнес заключался в покупке акций МММ. И моя первая работа была в поездках на рынке, первая работа заключалась в поездках к офису МММ на Варшавке. Скупки? Нет, не скупки. Я ходил по толпе, слушал разговоры, сам заводил какие-то разговоры, собирал слухи, потом приезжал в офис и докладывал. Да, тебе было сколько? 20 лет? 20, да? 21? Ну, 20, 21, да. Да, 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 да. И вот, собственно, первым вложением этой инвестиционной компании была покупка акций МММ по стартовой цене, если я правильно помню, значит, а продали. Мы их через полгода, в июле, перед самым падением, стоимость пакета составляла миллион долларов. То есть это вот истории 90-х годов, они тогда были повсеместные. Ну, правда, потом компания потеряла сначала полмиллиона на вложениях во Властелину, потом заработала еще миллион, по-моему, на телемаркете. Ну, а примерно через год стало понятно, что пирамиды закончились, весь этот дикий рынок. Кстати, я вот шел к вам и вспоминал это время, потому что там здание Цруба, на котором, собственно, торги происходили. Я вспоминал, как вокруг тогда роились люди с сумками билетов, акций, там, пачек всяких с деньгами. Это, конечно, фантастично. Это настоящие деньги или то, что сейчас? Виртуальная прибыль. Да, да, да. Газпром пошел со 150 на 155. Образно виртуальная прибыль. А тогда это настоящие? А тогда это был миллион в сумке, в чемодане. Его приносили на биржу и расплачивались наличными деньгами. Ну, естественно, после этого, образно, как уже, о какой работе или о каком месте работы может идти речь, когда ты потаскал такие суммы в карманах, да, в сумках. Представляешь, деньги в сумке. Вот кому-то скажи, действительно, в 90-е годы они действительно этим, я уверен, что после этого был конкретный выбор, ты действительно увидел землю впереди себя. Ну, если честно, я-то даже не представлял тогда, что можно куда-то еще пойти, потому что по специальности устроиться было просто нереально. Ну, то есть можно было устроиться, и в принципе можно было уехать, но уезжать не хотелось. А в России платили... Жалкие деньги. Ну, да, платили столько, что не хватало на квартиру. А моя зарплата в этой так называемой инвестиционной компании, я о ней, кстати, с очень большой теплотой всегда вспоминаю, составляла первое 300 долларов, а на 100 можно было снимать квартиру в Москве. То есть вполне... Адекватно. Вполне по тем временам адекватно. У тебя была только зарплата или ты еще там какую-то долю получаешь? Ой, ну поскольку компания была, так сказать, поевая, да, то есть сотрудники, они не были учредителями компании, но им разрешалось свои деньги вкладывать, то, конечно, все занимались тем, что брали какие-то деньги в кредит, вкладывали в эти же акции. Перекладывались. Перекладывали, прокручивали и так далее. Но, честно говоря, конечно, тот опыт, он очень важен, и он оставил в первую очередь правильное отношение к убыткам. То есть когда ты сначала выиграешь, потом, то есть сразу, да, понимаешь, что здесь как выиграть можно, так можно сразу же и потерять. И когда я уже потом перешел в Агропромбанк, тогда это был крупнейший, один из крупнейших, из трех крупнейших банков, там меня посадили управлять портфелем акций размером в миллион долларов, опять же. И это был рынок уже организованный, это был РТС, у банка не было своего места. До 90 какой год? Это 5-й, 95-й, да, мы работали через брокера, я забыл, по-моему, через Тринфика мы работали. И, собственно, мы сформировали портфель, точнее я сформировал портфель, но начальники мои, они, значит, смотрели там, вот я им приходил и говорил, вот есть такой. На комитет, да. Ну, комитет, это сейчас называется комитет, да. Тогда у меня были два начальника отдела, точнее, один начальник отдела, другой замначальника отдела, которые, наверное, даже меньше меня в этом всем понимали, они были хорошие банкиры, хорошие экономисты советские такие, но в рынке тогда мало кто вообще что-то понимал, и я, честно говоря, тоже, да, потому что опыт работы с МММ, это хороший опыт работы, но не опыт работы с акциями. Мы сформировали портфель, и тут случились выборы в Думу, на которых победили коммунисты. После этого рынок пикировал, по-моему, месяца три вниз, банк потерял на этом портфеле четверть или половину активов, но к этому было отношение такое, то есть миллион для банка был пробный, и сказали, ну, да, оказывается, вот... Не так все просто. Фондовый рынок тут не такой простой, да, вот у ГКО, у ФЗ, это... у ФЗ не было ГКО. Вот ГКО, да, ГКО, банк был дилером по ГКО и зарабатывал там очень хорошие деньги. А акции были таким приятным дополнением, что ли, и, ну, в нашем случае, скорее, неприятным, поскольку приносили убытки. Вот, а после банка я очень много менял компаний, у меня такая бурная была карьера в 90-х годах. Была частная компания Unifin Invest, мы там занимались торговлей на рынке ГКО и очень много занимались скупкой. Тогда эта тема была... Модная была, да. Ну, она не то что модная, она была, на самом деле, единственная, приносившая очень быстрые доходы, кроме рынка государственных облигаций. Но на рынке государственных облигаций можно было оперировать крупными суммами, а суммами там порядка пары миллионов долларов возилось очень много, очень большое количество компаний, которые занимались скупкой. Вот, мы скупали Аэрофлот, мы скупали Газпром, мы скупали электросвязи по-московски и что-то еще. То есть у нас была такая достаточно узкая специализация, мы скупали не все подряд. А, энергетику мы еще скупали. Вот, Смоленск Энерго, еще какой-то Энерго, какие-то ТЭЦы. И потом продавали это в РТСе. Пакет формировали, да? Ну, конечно, формировали пакет. Съездил скупщик, привез... Просто раньше, потом, вернее, уже более мощные ребята стали формировать пакеты, перепродавать. Нет, здесь это был чистый скупочный бизнес. Скупуляции. Брался, да, брался некий запас наличности, выдавался скупщику, скупщик выезжал на место. Выкупал акции, привозил выписки. Тогда акции, собственно, выписки, да, выписки, доверенности, там целая технология была. После того, как мы получали из реестра выписку уже на имя компании, мы продавали пакеты в РТСе. Собственно, это был самый распространенный бизнес. Потом мы с группой товарищей попробовали организовать свою компанию. Это был 97-й год. И здесь повторилась история с Агропромом. Значит, инвестор дал нам миллион долларов. Мы сформировали портфель в августе 97-го года. Он даже вырос процентов на 5 после формирования. А потом случился азиатский кризис. И мы потеряли примерно половину стоимости своих активов. Потом... То, что было потом, ты расскажешь. Да, там потом много было. Не-не-не-не, мы много будем слушать. У нас сейчас есть перерыв на новости, после которого у нас есть Андрей. Андрей, оставайтесь с нами на прямой линии. А у нас, дорогие друзья, в гостях Николай Старченко, управляющий активами ФК «Интраст». Телефон студии 6 5 10 9 9 6. И коротенький перерыв. Должны все-таки знать, что в мире творится. Дорогие друзья, еще раз доброе пятничное утро. 6 5 10 9 9 6. В гостях очень интересный гос Николай Старченко. И у нас на линии есть Андрей, который дождался. Андрей, доброе утро. Вы в эфире. Доброе утро. Андрей. Алло, доброе утро. Доброе, доброе. Я вот хотел вашему гостю вопрос задать. Да, гостя зовут Николай Старченко. Да, вот Николаю. Николай, вот как вы считаете, сама вот идея последнего МММ, если бы, допустим, вот поддержало государство и не допустило, вот, как говорится, мухляжа и жильничество со стороны десятитысячников и так далее выше, то могла бы охватить это вот весь мир, эта вся система и укрепить наш российский рубль в конечном итоге. Если бы государство только взяло под контроль вот это и под защиту вот эту саму систему, то было бы, наверное, беспрецедентный случай в истории финансового человечества. Да, ну, к сожалению, наверное, Андрей, я плохо отношусь к идее МММ, поскольку реального бизнеса под эмиссией бумаг нет. Есть, на самом деле, тема гораздо шире. Есть огромное количество попыток запустить системы с безденежной экономикой. Есть эксперименты в Западной Европе, в отдельных городах, в общинах, в России есть такие попытки это сделать. Значит, проблема начинается тогда, когда у валюты такой системы, а билеты МММ это фактически валюта. Валюта некой группы людей, которые используют их для чего-то. Вот в нормальной системе эта валюта используется для оплаты услуг и каких-то товаров, которые люди производят и реально передают друг другу. Значит, если происходит просто обмен билетами обеспеченных непонятно чем, то есть воздухом, то, конечно, конец такой системы будет такой же, как в МММ. Нет, а вот в системе МММ здесь как раз мобилизация происходит всех денег. То есть все деньги работают. Люди их не просто хранят в банках, а они вкладывают конкретно в недвижимость или какие-то акции опять тех же предприятий и так далее. То есть здесь деньги все мобилизуются. Ну, я не знаю, куда вкладывают деньги люди в системе МММ, если честно. По-моему, просто происходит обычное накопление бумажек на счетах. Наверное, Андрей немножко еще перепутал. Был в свое время, там, начало, вернее, конец 90-х, начало 2000-х. В Америке были очень модные темы, где люди, типа, складывались в паи вот эти а-ля МММ. Да, это совсем другая история. Не, ну она и сейчас есть, да? То есть эти бизнес-ангелы, венчурные фонды, это все ровно то же самое. 97-й год, вы взяли у инвестора миллион долларов. В моменте были плюс 5%. Да, да. Давай послушаем. Я так понял, так как ты говоришь это с трагическим лицом, то... Ну, почему с трагическим? То есть, конечно, это было очень неприятно и тяжело, но это был очень, я считаю, полезный опыт на рынке, который приучил к восприятию убытков как естественной части жизни трейдера или управляющего рынка. Сколько осталось миллиона? Ну, с учетом всех расходов, которые там были, зарплаты людей, которые работали, половина осталась. То есть мы реально на активах, мы проиграли где-то процентов 30. Потом мы просто, конечно, закрыли все. По сути дела, ноги успели унести. Ну, успели, да, и благодаря, честно говоря, в основном-то главному инвестору, который в какой-то момент же сказал, так, все, нахрен. Завязываем. Завязываем, закрываемся. Наверное, человек был просто из реального сектора. Человек, кстати, он сейчас занимается, насколько я знаю, торговлей на американском рынке. А так, да, он занимался, ну, если производство компьютерных игр можно назвать реальным сектором. Ну, это реальный сектор, конечно. И бизнес очень интересный. Лезть в конкуренцию с гигантами, там, Electronic Arts, с американскими или с другими, это очень смелый человек. Ну, в то время, да, в то время, там, конечно, были свои нюансы, там были хакеры, которые сразу ломали игры. В общем-то, да, надеются на продажи. Как ты зашел в 98-й? В 98-й я работал в компании, которая занималась в основном векселями. Это был крупнейший оператор по векселям Алросы. И у нас тоже был небольшой портфельчик. И в 8-й год мы, буквально перед кризисом, мы хотели провернуть вот эту пирамидальную схему. То есть завести деньги в банк, взять, купить ГКО, перекредитоваться на ГКО, купить снова ГКО, снова перекредитоваться. То есть эти схемы просчитывались там до конца. И мы рассчитывали на доходность порядка, по-моему, 30% там за месяц. Значит, в пятницу перед кризисом, там 19 августа, вот в пятницу я сидел в банке. Дорогие друзья, вы сейчас слушаете исторические события на самом деле. Видите, просто по дням, по дням и по часам будем разбирать это. Это уже все остается в памяти. И я сидел в банке, кредит Москва, по-моему, он назывался, где у нас был счет. Деньги пришли в банк, и они не хотели их переводить на биржу, потому что там в банковских карточках не та подпись стояла. Я целый день там провел в банке, пытаясь, значит, деньги загнать на биржу, чтобы выстроить эту пирамиду. Но нам так и не дали это сделать. В понедельник я приехал на работу, позвонил трейдеру банку и говорю, ну что, давай будем пирамиду строить. Говорит, а ты вообще новость слышал? Говорю, нет, а что такое? Да, говорит, дефолт случился. Я сначала не поверил, потому что мы с ним подкалывали друг друга периодически. Говорит, да ладно, что ты меня подкалываешь? Говорит, ну ты включи телевизор. Включил телевизор и там выступал Кириенко с историческими словами о том, что Россия объявляет дефолт по государственным облигациям. Ну вот опыт 97-го на самом деле в этой ситуации помог, потому что хозяин компании в это время был в Нью-Йорке и фактически там все решения упали на начальника моего и меня. А активы у нас были в векселях, но не только Алрос, у нас еще были какие-то векселя там Инкома, еще там что-то немножко было в акциях. И, собственно, надо было понять, что сейчас делать с векселями, куда бежать. Мы выработали план, что мы срочно выводим все деньги в Сбербанк, потому что больше, по нашему пониманию, больше некуда было выводиться. Покупаем доллары и покупаем валютные облигации. Вот были такие вебовки, они назывались, в наличной форме существовавшие облигации валютного займа Российской Федерации, номинированные в долларах. В свое время, как были в 50-х годах, облигации, которые поддерживались. — Да-да-да-да. И мы перечитали еще раз, много раз перечитывали заявление Кириенко, и вроде бы обнаружили, что по этим бумагам-то дефолт не объявлен. То есть объявлен по рублеву, а по валютным вроде бы как ничего не сказано. И мы решили рискнуть, поскольку на волне вот этой паники все бумаги обвалились, и облигации с погашением через год валютные, они стоили там 5-7-15% от номинала. — Да-да-да. И мы решили рискнуть, значит, купили немножко этих вебовок. Они уже, на самом деле, там, когда все пришло более-менее в спокойное состояние, они поднялись там сразу раза в два, и мы их продали, там, отбив убытки, которые у нас появились там на непогашенных фикселях инкома и так далее. Потом у меня был опыт работы с реальным сектором. Тоже очень интересная история получилась. Дорогие друзья, хочу просто еще раз представить нашего гостя. Очень интересный гость. Хочу, чтобы вы действительно звонили. Давайте не стесняйтесь. Пятничное утро. На улице дождь все равно делать нечего. Голова не работает, поэтому хотя бы звоните в прямой эфир. Задавайте вопросы. Гость у нас очень интересный. Видите, все помнит досконально, буквально по дням. Даже иногда некоторые вещи просто страшно спрашивать у него. Николай Старченко, управляющий активами компании «Интраст». Телефон в студии прямой 6510996. Призываю вас звонить, задавать вопросы. Или пишите нам на финам.фм. Задавайте вопросы в интернете. Я сразу буду освещать даже самые неудобные. Коля, извини, что перебил. Конечно. Но звонков пока нет. Все испугались. Андрей, вот ты видишь, позвонил по МММ. Андрей, наверное, там десятитысячник у нас. О, вот звонок, ты видишь. Сейчас будет. Да, извини. Он говорил, что десятитысячники мухлюют. Так что вряд ли он относится к этой категории. Ну что, звонок? Да, у нас есть звонок. Сейчас нам объявят человека, который сумел дозвониться. Дозвониться нам очень тяжело, ты понимаешь? Да, я все говорю и говорю. Вот он. Алло. Алло. Да, доброе утро, вы в эфире. Да, доброе утро. А у меня такой вопрос. Ну, вот сегодня, если посмотреть, американская экономика находится в таком очень странном состоянии. И практически уже не растет. Тем не менее, индексы Джонс находятся на максимуме. Если посмотреть, допустим, развитие в предыдущие циклы, то есть ожидание лично у меня, что там в ближайшие, наверное, год рынок Аммерики упадет. Вот у меня вопрос, соответственно, как вы считаете? Максим, Максим, еще раз доброе утро. Нет, вопрос такой, во-первых, а насколько вы думаете, он упадет? Упадет существенно. Будет то же самое, что было там в 2008 году. Я не знаю, там в два раза грохнется. А просто скажите вот свой пример. Мы сейчас с Колей выразим свое мнение по этому поводу. У нас есть свое и с удовольствием выслушаем ваше. Причина? Причина? Ну, потому что реальная экономика не растет. То есть сегодняшние максимумы, они для меня очень странные. Сегодняшние максимумы происходят по одной простой причине. Пока нет негатива. Пока нет негатива. Ну, это правда. Ликвидности много. Да, ликвидности много, негатива нету и продавцов нету, потому что сейчас, не видите, немножко продавцы более умные стали. На верхах могут загонять рынок не столько шортисты. А шортисты сейчас довольно-таки умные. Они действительно ждут более-менее там маленьких откатов, чтобы заходить. Давайте в первую очередь выразить свое мнение гость, потом я. Коль, твое мнение. Да. Ну, вот что. Поскольку я еще продолжаю заниматься наукой какой-то, вот мое представление, может быть, здесь будет не совпадать с тем, что думают многие на рынке. Ну, вообще говоря, сегодняшняя экономика мировая, она находится в очень интересном состоянии, о котором никто ничего не знает. Я думаю, что в мире сейчас, ну, счетное количество человек, то есть их по пальцам можно пересчитать, которые хоть что-то понимают о том, что происходит с нынешней мировой экономикой. Зато, коли другие гадают. Представляешь, половина говорят, будет кризиса, а вторые говорят, кризиса не будет. Ну, вот Башелье в 905 году занимался рынком облигаций. Он обнаружил это еще тогда. Он обнаружил, что половина трейдеров считает, что облигации вырастут, другая половина считает, что они упадут. В результате получается такое вот движение, которое называется блуждание пьяного матроса. И с тех пор, на самом деле, ничего не изменилось с точки зрения рыночного поведения. А вот с точки зрения кризиса и проблем, связанных с ним, ну, во-первых, кризис начался давно и еще не кончился. Во-вторых, если брать прошлые кризисы и прошлые циклы, то можно вспомнить, что, собственно, выход Америки из Великой Депрессии, он сопровождался очень важной вещью. Создавалась новая экономическая теория. Собственно, Кейнс, да, Кейнс, который пришел в экономическую теорию, создал там новые инструменты, новое понимание того, что происходит с экономикой этого времени. И это было одним из инструментов, которым, эта теория была одним из инструментов, которые правительство воспользовалось для выхода из, для вывода Америки из рецессии 30-х годов. Значит, на сегодня понимание вот такого глубокого, которое возникло в 30-х... Коль, у меня такой вопрос. У нас осталось 40 секунд, поэтому у меня вопрос один. Либо мы пугаем людей сейчас... Еще падаем? Не-не, либо пугаем людей сейчас, либо давай лучше они послушают хорошие новости. Я думаю, что Наталья нам что-то расскажет. Интересно там, например, знаешь, построили детский сад, посадили какие-то цветы. Нет, она машет головой, такого не будет. Анжи выиграл, ты еще представляешь, собрали сколько денег еще было потрачено на этот клуб, взяли такого тренера, чтобы действительно у швейцарца выиграть. Теперь действительно есть у нас чем гордиться. Дорогие друзья, Дима, вы на линии, я знаю, дождитесь немножко, буквально несколько минут. Наталья, мы сейчас передадим шеста. Дорогие друзья, видите, пошли куча звонков. Николай Старченко, управляющий активами компании «Интраст». Прямой эфир 6-5-10-9-9-9-6. Надеемся, что Наталья что-то нам такое интересненькое нам сейчас расскажет. Наталья, ну, такое ощущение, что сейчас просыпаться утром очень тяжело, потому что новостей хороших нет, того убили, того привили, у того нашли килограмм наркотиков и все остальное. Дмитрий, доброе утро, вы в прямом эфире, извините, что заставили вас ждать. Да, и даже в шахматы не русский выиграл. Это просто беда какая-то. Дмитрий, доброе утро, вы в эфире, спасибо, что заставили нас подождать. Здравствуйте, я у вас звоню из Павлодара, в город Казахстан, хотел бы задать вопрос. О, ты видишь, нам уже иностранцы звонят. Как приятно, как приятно. Все-таки страна соседняя, как говорится, уже поможенный союз, так что мы уже не такие иностранцы, как вам уже, можно сказать, показалось. Да, мы ими и не были никогда. Да, Дмитрий, ваш вопрос. Вот такой вот, ваши принципы торговли, как сказать, вот как вы начинаете рабочий день, алгоритм действий, вот, ну, можно сказать, грабить, в двух словах, вот, Александр Старченко, чтобы он рассказал нашим... Николай Старченко. Давайте сделаем так, Дмитрий, сейчас Коля ответит на вопрос по поводу... Рынка. Нет, по поводу того, что он все-таки ожидает, попугает нас, и я вам обещаю, после этого я задам этот вопрос, именно конкретный день, у нас еще есть 30 минут эфирного времени, я вам обещаю, я выжму из этого человека все, что у него есть. Всего-всего доброго, Казахстану огромный привет, вам тоже огромное спасибо за звонок, сегодня у нас такая передача в веселом ключе, это, наверное, Коля со своей седой бородой внес этот позитив нам. Коль, ну давай, вот... Да я не буду пугать людей. Нет, ты вот начал говорить, что что-то такое интересное зарождается. Во-первых, на сегодня нет ощущений, у меня лично нет ощущений, вот, по тем работам, за которыми я слежу, там, в экономике, нет впечатления, что создается нечто новое с точки зрения экономической теории. А старые рецепты, которые использовались, ну, фактически успешно использовались до начала двухтысячных, они как бы уже не так работают, как ожидалось. Поэтому, ну, я не знаю, что будет с экономикой американской. Ну, давай так, давай так, кризис не кризис, как ты думаешь? Кризис продолжается, кризис, он не только экономический, он и кризис экономической теории. У нас даже в настоящем ГУ даже не вошел в 200-200 лучших университетов. Не, я понимаю, я на самом деле преподаю в том же МИФИ, там есть экономико-аналитический институт. А что вы хотите-то, когда зарплата доцента, например, 14 тысяч рублей? Вот, что вы хотите от обучения, от человека, который получает 14 тысяч рублей за обучение студентов? Ну, собственно, поэтому я, честно говоря, даже... Ну, в МГУ я уверен, что зарплаты поприличнее. В МГУ побольше, вообще говоря, это же, в МГУ, может быть, доплачивает за счет платников. А так, это федеральная оплата доцента. В МГУ она базовая, к ней могут быть доплаты за счет... Оля, кризис или не кризис? Кризис идет. Значит, как он закончится? Это же идет или грядет? Идет, идет. С 2008 года он не заканчивался. Он идет, постепенно расширяется. То есть разъедается яблоко изнутри? Конечно. Конечно, разъедается. И, ну, на сегодня любая экономическая логика, которая описана в учебниках, стандартных, американских же, да, она нарушена. Вот мы возьмем Грецию и США и обнаружим, что у Греции долг равен 100% ВВП. У США тоже 100% ВВП. Но почему-то США чувствуют себя отлично, да? А Греция находится... У США есть один большой плюс. Это национальная... Состояние преддефолт. Да. Национальная валюта, которая составляет... Не только. ...85% мировой. Я думаю, что не только дело в национальной валюте. Дело в том, что в современной экономике более важную роль, чем текущее состояние дел, играет вера инвесторов в то, что долги будут выплачены. То есть вот инвесторы не верят в то, что греки... Одно маленько, но за счет чего? Это вопрос следующий. За счет эмиссии... Ну, вот я недавно, кстати, читал чью-то статью, не помню чью, в которой было довольно здравое мнение написано, что вообще говоря, долговая нагрузка, размер самой долговой нагрузки для страны не столь важен, а важно то, как она сможет его выплачивать и за счет чего. При нормальном уровне инфляции стопроцентный долг с работающей хорошей экономикой будет выплачиваться совершенно спокойно, и это может быть сделано в течение нескольких десятков лет запросто. Поэтому инвесторы, наверное, пока еще верят, грамотные инвесторы, они верят в экономику США и верят, что США будут способны выплатить эти долги. Поэтому, ну, понятно, что там еще есть корабли, печатный станок... Бытует просто мнение элементарное, если не Америка, то кто? Ну, да, да, больше, в общем-то. Пока на сегодня Америку следует, конечно, признать страной самой эффективной экономикой. Пока, конечно. Евросоюз пока не дотягивает, Россия вообще пока говорит смешно в этом плане. Может быть, что-то изменится через 20 лет. Ну, вот мы отвечаем на вопрос Максима, да? Ответ такой, я, честно говоря... И к следующему году ожидает очень сильного падения. Я пока этого не ожидаю. То есть, конечно, рынки будут волатильными, но... Ну, надо признать, что реакция регулирующих органов американских на кризис была вполне адекватной. То есть, увидев, что происходит что-то нехорошее, они начали действовать и своими действиями кризис купировали. Я думаю, что они будут продолжать действовать. То есть, они же... Не надо считать людей, которые занимаются экономикой Америки, дураками. Они тоже прекрасно понимают те же свои положения, и они разрабатывают меры для того, чтобы это положение улучшить. То есть, кризиса ты пока такого глобального грядущего, который там уполовинит рынок, потому что то, что Максим сказал, то, по сути дела, уполовинит рынок. Ну, да. Тут опять надо разделять мир, Россия, да. Если, может быть, мир уполовинится, а Россия и нет. У России там и валютные запасы есть, и, в общем-то... И природные. Бизнес дешевый, и природные запасы есть. Там, когда компания стоит, там, не знаю, 10 годовых прибылей, это очень дешево на сегодняшний день. Действительно, посмотри, тенденция очень хорошая, на самом деле. Кто что ни говорит, но огромное количество иностранных компаний заходят в Россию и делают здесь не просто делают бизнес, а строят предприятия, строят производство. Да, реальный сектор, да. Реальный сектор, на самом деле, который дает и людям зарабатывать. Например, посмотри, просто там поднялись области, там, Калужская область, Тульская область. Да, конечно. Очень сильно, особенно где есть. Дорогие друзья, у нас очень интересный гость Николай Старченко. Можете называть его просто Мэкола. Можем. Управляющий активами компании Интраст. Интраст, телефон в студии 6 5 10 9 9 и 6. Сейчас я буду Колю мучить насчет Граля. Насчет Граля. Ты знаешь, видишь, все просят из Казахстана, Дмитрий звонил, он просит Граля. Расскажи, например, действительно. Граля. Ты представился, когда мы сначала начали общаться, ты сказал, что ты такой как бы активный управляющий. Есть пассивный управляющий, есть активный. В чем заключается твоя активность, я имею в виду в управлении? Ну, конечно, у меня есть... Система, да, ты так называемая система управления. Да, вот такая. У нас просто тебя наши радиослушатели видят. Я вчера посмотрел пару фрагментов передач, чтобы хотя бы понимать, о чем идет речь. Я поэтому специально с тобой до передачи не разговаривал. Обычно люди приходят и говорят, о чем будем говорить, Александр? Мы будем говорить о том, о чем пойдет. О рынке вопросы, видишь, задают. Я никогда, например, не мог подумать, что у нас будет вопрос о МММ. Отличный вопрос. Он, понятно, был вызван чем? Моими воспоминаниями об МММ старом, так сказать. Так, аграли. Ну, поскольку я там же где-то на границе двухтысячных, я вернулся в аспирантуру МИФИ и закончил... Ее закончил и защитил диссертацию, которая была вообще-то по физмат-специальности, но в ней все главы были посвящены рынку. То есть я занимался анализом рынка с использованием... Не буду страшных слов говорить, не важно. Я не скажу, Ганна? Нет, фрактальный. И Шемокул. Фрактальный анализ, это, кстати, ничего такого страха. Это не то, что говорит Билл Вильямс, это совсем другое. Нет, фрактальный, это обычно... Коля, вы сегодня мега популярны. У нас даже вот женщины начали звонить. Людмила, Людмила, доброе утро, вы в прямом эфире. Доброе утро. Доброе. Скажите, пожалуйста, вот, дорогой гость, а вам вот не стыдно за вашу биографию? Вот особенно начало девяностых годов. Людмила, я сейчас пару слов скажу. Столько людей было обманутым МММ. Вы как бы бравируете тем, что вы так вот помогали это делать им. Людмила, я... У вас, правда, совесть вообще чиста? Вот как... Людмила, давайте я скажу пару слов о своем. Я не думаю, что на сегодняшний день на планете найдется хотя бы один человек, включая вас, меня и всех остальных, у кого чиста совесть вообще. Ну, таких людей просто в природе нету. Даже грешат люди из церкви. Но Коля, на самом деле, я не буду как бы его защищать, он взрослый мальчик, он за себя заступится сам. Но он не бравировал. Он не бравировал тем. Он просто занимался бизнесом, он скупал бумаги и продавал бумаги. Но я думаю, лучше, конечно, Коля ответишь ты сам. Ну, ответ же здесь простой. На тот момент мы не делали ничего противозаконного. И сама, как бы, структура тогдашней жизни, она предполагала очень простой закон. Разрешено все, что не запрещено. И этим пользовалось огромное количество людей. Ну, многие закончили по-разному. На самом деле, я удивляюсь тому, как я вообще выжил в 90-х. Потому что у меня очень много друзей, с которыми я и заканчивал институт, и учился в школе. Они уже этот мир покинули. И это произошло в те же самые 90-е. И вовсе не на финансовом рынке, а иногда в банальных ситуациях. Иногда, конечно, это был мир. Криминальный, который пронизал тогда все общество. Поэтому я, например, даже горжусь тем, что я ушел из... То есть мне удалось каким-то образом обойти связи с криминальными структурами. И я довольно быстро ушел с рынка, который... Ну, понятное дело, что это рынок мошеннический, да, все пирамиды и так далее. Я довольно быстро ушел в рынок нормальный, так называемый фондовый рынок. Ну и, к сожалению, сегодня я-то хочу признать, что проект фондовый рынок в России пока не состоялся. И я делаю и последние там, скажем, 10 лет я преподаю студентам... Правду. ...курс, да, который... Два курса. У меня есть биржевые технологии и прогнозирование фондовых рынков. Правда. Нет, в обоих случаях я начинаю лекции с того, что если вы захотите когда-то быстро обогатиться на фондовых рынках, то не думайте, что у вас это получится. То есть этим я, может быть, снимаю те муки совести, о которых говорил... Ну, Людмила, я не видел тоже ничего... Я их не чувствую, то есть я знаю, что я делаю, в общем-то, сейчас полезное дело и стараюсь сделать его хорошо. А тогда надо было просто выживать. Коль, к сожалению, времени у нас остается более чем достаточно, но вопросов уже пошло очень много, поэтому будем отвечать... Грааль. ...в состоянии блица. Нет, вопрос такой... Вопрос очень хороший на самом деле, мне очень он понравился. Он пришел вторым, но я его выделю первым. Денис задает вопрос. Николай, как вы справлялись с психологическими кризисами, проходя через все русские горки финансового бизнеса 90-х годов? Вопрос вообще великолепный. То есть на самом деле ты прошел вверх-вниз 90-е годы, МММ, с одной компанией в другую, потери, заработки и все остальное. И сегодняшний день, 2012, это все-таки 18 лет в индустрии. Видишь, ты даже задумался, у тебя слезинка. У Николая даже потекла слеза. Да как справлялся? Тяжело справлялся, особенно в первое время. То есть вот когда ты молодой... Когда ты молодой. Когда ты молодой, конечно, вот эти вот взлеты и потери, которые идут очень быстро друг за другом, да, там, первый месяц заработал, во второй потерял, они проходятся легче, ты привыкаешь к тому, что фондовый рынок — это постоянное балансирование плюсов и минусов. И важно не то, сколько ты проиграл или сколько ты выиграл, а важно, чтобы у тебя общая динамика была хороша. Ну, потом я вообще-то спортом довольно много и долго занимался, спорт очень хорошо занимается. Я чем только не занимался. Я занимался стрельбой, я занимался плаванием, баскетболом, бадминтоном. Везде откуда, чтобы энергия уходила? Да, стрельба, кстати, супер. В этом смысле стрельба отличная. Не дай бог, не по живым объектам. Да нет, конечно. Ну, я движущийся. Нет, конечно. Дорогие друзья, обязательно сейчас в четвертые пятнадцати минутки, ну, обязательно у Николая вытащу Граль. Но вы видите, на самом деле, гость очень интересный. Сегодня видно какое-то оживление со стороны Луны, потому что такого количества звонков и писем мы не слышали. Дорогие друзья, еще раз у нас в студии Николай Старченко, управляющий активами компании «Интраст». Телефон в студии 6510996. Я надеюсь, Наталья, я надеюсь, что все-таки в этом новостном выпуске Наталья все-таки что-то расскажет, кого-то не убили, где-то не получили. А то у нас просто какие-то детективные романы. Давайте лучше скажем, что там в детском саду дети провели какой-то хоровод. Наталья. Доброе утро. Еще раз в студии Николая Старченко, Александр Герчик. Телефон в студии 6510996. Коля, я растерялся, потому что и вопросы тут у нас, и Граль. Давай, наверное, сначала Ограли. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть Ограли, потом о вопросах. Потому что тема предыдущего вопроса была очень интересна. 97-й год, потеряли полмиллиона долларов, встали и пошли. Да? Ну, не так просто встали, но пошли. По крайней мере. Расскажи Грааль. Грааль. Я, на самом деле, очень много писал в комоновских блогах о том, что я делаю. Суть-то простая. У рынка бывают три состояния. Тренды, флеты и то, что вот обнаружил Башелье в 905 году, называется случайное блуждание. Пила. По простому, они говорят, плюс, другой минус. Пила, 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 это немножко другое. Пила, это скорее флэт. Флэт, это немножко другое. Ну, хорошо, да. Флэт, это когда у тебя там цены в диапазоне колеблются и возвращаются. Случайное блуждание, оно непрогнозируемо просто. Есть замечательная теорема, что лучший прогноз для случайного блуждания, это прогноз дурака, так называемый. Когда ты говоришь, что завтрашняя цена будет равна сегодняшней. Вот это вот такой классный прогноз, он лучший для случайного блуждания. А в каком моменте, пускай каждый это думает сам. Да, вот система основана, система торговли основана на определении того, в каком состоянии сейчас находится рынок и, соответственно, в использовании оптимальной стратегии для этого состояния. Понятно, что в тренде надо стоять по направлению, то есть если ты видишь тренд вверх, или мои индикаторы показывают тренд вверх, то надо купить и ничего не делать. Если мы видим тренд вниз, надо продать, ну, либо, если у тебя есть возможность, там, открывать короткие позиции, зашортить, и тоже ничего не делать. Во флете можно пробовать играть от диапазона, там, от границы. А вот для случайного блуждания, опять же, есть теорема. Лучшая стратегия купил и держи. То есть если рынок бродит... В общем, все равно рынок когда-то вырастет. Да, бродит случайно, то купи и забудь о нем. Но если это не секрет, на чем основаны твои индикаторы? Как ты, например, определяешь для себя купи и держи? Да, это и так называемый индекс фрактальности, индикатор, который я исследовал в своей диссертации по физмат-специальности, посвященной рынку. Про него довольно много статей есть в сети. Вот я использую его и всякие его модификации, которые сделаны уже после диссертации. Вот у нас Никита задает вопрос. Подскажите, насколько важно физмат-образование на рынке? Неужели физмат-мышление настолько сильно отличается от обычного экономического? Вот это отличный вопрос, потому что я после МИФИ... Ну надо, вообще, ты видишь, какие у нас гости собрались? Что-то Людмила задала такой вопрос. На самом деле я после МИФИ закончил еще высшую школу экономики. А, то есть у тебя в случае недостатков еще? Да, у меня куча недостатков. И я могу сказать, что физмат-мышление очень сильно отличается от экономического мышления. Вот, расскажи. Я не могу сказать, что какой-то из них лучше, какой-то хуже. Значит, экономическое мышление, оно устроено совершенно. Да, знаешь, по-простому сделано. Что тебе дал физмат, что тебе дало экономическое образование? Физмат мне дал, ну, вообще, конечно, физмат-специальности в Советском Союзе, они учили в первую очередь учиться. То есть они не учили чему-то конкретному. Ты честно тебе скажу, если вспомнить мою первую передачу, самую первую. Я сказал, что в школе учат учиться. Ты правильно говоришь. Да, да, да. Дальше зависит от тебя, либо ты учишься, либо нет. Учили учиться, причем учиться правильно методологически. То есть если ты хочешь изучить какой-то вопрос, ты знаешь, где брать информацию, как ее систематизировать, как с ней работать и что с ней делать дальше. Ты считаешь, ты получил хорошее образование в Советском Союзе и России? Да, я считаю, я получил отлично. Одно из лучших образований в Советском Союзе. У тебя же наверняка есть друзья, кто уехал на Запад, да, и вы общаетесь. Просто вот сравнение. Ну, я могу сказать, что вот, например, в той тематике, в которой я занимаюсь еще наукой, ну, уровень статей, он, конечно, очень низок. И в первую очередь это следствие образования, которое получается на Западе. Западных статей уровень низок. Ну, понятно. И там, то есть, ну, грубо говоря, одна хорошая статья на 10 плохих. Ну, это еще, наверное... Ну, у нас этой темой мало кто занимается, но у нас, наверное, вот по этой тематике, ну, одна из трех хорошая. Вот давай, значит, что дал физмат, что дало экономическое... Вот физмат дало системность мышления, дало знание того, как работать с информацией, что с ней делать. А экономика дала такой, как бы, широкий взгляд на проблематику. То есть, если все-таки физмат, оно учит углубляться в проблему, то правильный экономический взгляд, он скорее учит смотреть шире на проблематику. То есть, вот когда мы говорим, будет ли завтра рост или падение, да, физик начнет вычислять там что-нибудь, корреляции там, строить модель какую-нибудь. То есть, математика возьмет статистику. Да, да, да. Вот математика говорит такой-то там прогноз. Экономист, правильный экономист, он скажет, давайте посмотрим на эту проблему, как бы, вот с разных сторон. То есть, мы честно признаемся, как экономисты, что мы, вообще, так говоря, плохо понимаем, как работают рынки. Но мы зато посмотрим на эту проблему, там, со стороны, скажем, государства, со стороны рынка, со стороны регулятора. И найдем некий такой взгляд, который учитывает все факторы, все наиболее важные факторы. Можно ли сказать, например, что физмат дает частное, а экономическое дает общее? Ну, нет, я бы так не сказал. Я поэтому и хочу, чтобы ты сказал. Хорошая физмат тоже дает общее. Хорошая физмат образования дает умение искать первые принципы, да, то есть, главное. И то же самое дает правильное экономическое образование, но методы разные. Методы подхода. Конечно, если физмат, для физмат образования методом, там, нахождение главного является анализ, в первую очередь, математический, да, то для экономиста это, скорее, синтез. Экономист ищет те связи, которые не всегда выражаются в численной форме, скажем так. Хороший экономист. Павел с таким грустным сообщением к нам. Купил и держал акцию. Три точки. Сегодня ее сняли с торгов. Как быть? Вот, это, между прочим, это то, из-за чего я говорю, что проект фондовый рынок в России, он не состоялся. То есть, реально мы видим отток, пятилетний отток денег с рынка. Уходят деньги из пифов, уходят акции из биржи. Скоро торговать будет нечем. Сейчас и так вот многие гости в последнее время, извини, что перебиваю, приходят, которые торгуют второй, третий эшелон, они говорят, что практически действительно идея не остается оттуда уже. Все, ничего нет. Ничего нет, да. А причина-то в том, что фондовый, российский фондовый рынок, он по сути не выполняет свою главную экономическую функцию. Какое? Привлечение денег в реальный сектор. То есть, если в седьмом году… Теоретически ты прав, да. То есть, чем больше денег заходит в акцию, как построен американский рынок, тем больше денег должен получать Apple на развитие… Да, да. У нас этого не происходит. И если в седьмом… То есть, прямого направления именно самого рынка, который должен заниматься тем, что компании должны получать деньги от продажи своих акций и потом вкладывать в производство, и его нет. Да. Вот в седьмом году казалось, что вот-вот, там очень бурно рос рынок облигаций, и казалось, что вот-вот, вот сейчас вот случится, да, наш фондовый рынок выйдет на новый уровень. А потом, как бы, восьмой год, все свернули программы облигационные, ну и то, что происходит с рынком акций, мы тоже видим. Вот один из моих студентов из Перми написал, Александр Михайлович, добрый день, вам и вашему гостю. Кризису подхожу с оптимизмом. Думаю, дадут заработать. Павлу, огромный привет из Перми. Обязательно. Я тоже так всегда предпочитаю смотреть на вещи. То есть, кризис – это не время для, как бы, огорчений, да. Кризис – это время поиска новых… То есть, такое количество кризисов, которых ты прошел, начиная с 94-го по 2000-й. А как ты, кстати, пережил 2008-й? Спокойно достаточно. То есть, фонд не потерял ничего? Нет, фонд потерял, у фонда же есть нормативы. Ну, естественно. То есть, мы удерживали нормативы, но мы, на самом деле, в 2008-м году, мы приняли, у нас было примерно половина кэша в фонде. То есть, мы имели кэш, и мы просто решили, что лучшей стратегией будет скупка накопления наиболее ликвидных бумаг, которые выстрелят после… Рано или поздно. Да, то есть, мы распродали весь… Там у нас были портфели вторых эшелонов, мы их распродали, что смогли, что не смогли, оставили. И эти деньги перенаправили в накопление там «Газпрома», «Сбера», «ВТБ», «Никеля», буквально там 6-7 наиболее ликвидных бумаг. Ну, это нам позволило уже, по-моему, в 2009-м выйти на уровень максимума 8-го. Вот у нас все равно, ты понимаешь, требует с нас Граль, Коля. Граль. Костя задает вопрос, какие параметры вы используете при отделении, при определении точек входа? Параметры. Вот, ой, это очень-то очень специфический разговор. Дело в том, что я вообще сторонник систем, в которых нет параметров. Ты пойми эту вещь, что, к сожалению, у нас сплошь и рядом такое количество звонков. Люди пытаются, мы на каждой передаче объясняем, что очень тяжело, к сожалению, по радио. И даже если ты сейчас возьмешь бумажку, наверное, все еще раз надо писать. Ты начнешь писать формулу для наших радиослушателей, которые смотрят нас в эфире. Ну, давай, Граль, это Николай Астаревич. На самом деле, Граль — это трезво смотреть на рынок. Вот в чем Граль заключается. И на рынок, и на свою систему. Вот и весь Граль. Тогда так, в каком состоянии ты сейчас находишься, набираешь ли ты позиции, смотришь ли ты для того, чтобы рынок сейчас... Я в лонгах, и я, честно говоря, не ожидаю пока каких-то глобальных этих обвалов. Я понимаю, что ликвидность, которую Центробанки сейчас предоставляют на рынок, она давит. И вряд ли там следует ожидать каких-то обвалов. Тогда по-простому, что тебя заставит, что должно сейчас произойти на рынке? Ты же, так как человек, как говорится, закончил физмат и экономически, ты обязательно, у тебя есть где-то что-то в голове? Да, есть, конечно. Вот что тебя заставит уйти с рынка, продать, уйти в кеш? Ну, есть технические факторы. Ну, например, вот сейчас РТС стоит 149. Дня три назад я публиковал модель, там регрессионный прогноз на октябрь. И вот там конкретно указан уровень, ниже которого я скажу, что, наверное, вот этот восходящий тренд закончился. Сколько? Ой, я не помню. Слушай, я вот никогда не помню. Я не верю, что ты не помнишь. Я никогда не помню. 120, 122, 118 по РТСу, 115. Я не поверю, что... Нет, я делаю... Коль, пойми меня. Я делаю для индекса ММВБ. Хорошо, давай пойми меня. Ты пойми меня, человек, который помнит по датам, когда вышел МММ из бизнеса, когда-то... И не помнит сколько стоит. Не помнит... Нет, я помню, вот это интересная история, да. Для меня важны не сами, как бы, цены, а их динамика. То есть, я могу помнить динамику, но я не помню совершенно, там, сколько стоило. Я, кстати, помню, сколько стоило. Ну, давай скажи так, от текущих цен, на сколько мы должны упасть в процентах? Да немного, процентов на 7. Всего? Да. Ну, так это ерунда, это меньше 10 тысяч пунктов по РТС. Да, но там есть нюанс один, это пока, да. То есть, если мы в ближайшие две недели падаем на, там, процентов на 7-8, тогда я скажу, что, наверное, что-то здесь не так. А вот, если мы в ближайшие две недели растем и начинаем пробивать, там, что-то такое, 1500, по-моему, 1560, там, по ММВБ, то это будет, вообще-то, говорить скорее о сломе вот этой среднесрочной тенденции, которая у нас с мая 11-го года такая вниз идет. Вот если мы выйдем, там, уверенно, да, выше 1500, то можно будет думать совсем-таки глобально. Дорогие друзья, перед тем, как мы попрощаемся с Николаем, хочу еще раз представить нашего гостя. У нас очень интересная передача была, на самом деле, и с моей стороны, и с точки зрения радиослушателей. У нас очень стараемся вести передачи интересные. Я понимаю, все хотят получить грааль, побольше информации, но вы понимаете, что гости разные. Николай Старченко, управляющий активами компании «Интраст». Кто захочет найти Колю, значит, берете, прямо вводите в страничке поисковики Google ник Коли Микола, и можете почитать и статьи его «Коль активный участник ОМОНа», я знаю, я сам несколько, у тебя даже очень красивая аватарка там такая с остреньким носиком, чтобы ты не думал, что я не читаю. Еще раз, Николай Старченко, мы Кол, управляющий активами, и, Коль, твое пожелание нашим радиослушателям на выходные и на будущее. На будущее, вообще, будьте бдительны, будьте просто осторожнее, аккуратнее и внимательнее на рынке. А на выходные, ну, в отличной погоде. Где, в душе или на улице? И там, и там. Дорогие друзья, у нас был Николай Старченко, огромное вам спасибо, пятничный эфир. Мне тоже, меня тоже иногда надо похвалить. Пишите нам, у нас, страничка финам.фм. Сейчас, я надеюсь, очаровательная девушка вам прочитает что-то хорошее из новостей. На самом деле, где-то какой-то позитив, например, знаете, что-то такое, что порадует ваше ушко. Все, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok